Вот они участницы первого полуфинала, 100-метровка на спине женщины и мы ждем выхода Анастасии Зуевой. Болгарский спортсмен Кирина Аврамова. Карен Бринт, Слоу, сборная Южной Африки. Анастасия Зуева. Вчера с ней разговаривал, чувствует себя хорошо, ничего не болит, слава богу, готовится. Анастасия Зуева. Джин Чао. Или Чао Чи, наверное. Вчера с азиатских игр. Элизабет Симонс, очень опытная британская плавчика. Мелинда Хокин. Третье время у нее в рейтинге нынешнего года. У Зуевой второй результат, кстати. Лучшая пока Теракава, которая на ваших экранах, японская спахменка по пятой дорожке будет плыть. И с утра сегодня Шилет Рассел, канадка, показала второе время, уступив только величайшей из великих Натали Коглин. Мы ее увидим в следующем заплыве. Джема Спофорд, британка в Риме с рекордом мира. 2.58.12 финишировала. Опередив Анастасию Зуеву в том финале. Эмили Сибом Австрейка была третьей. Действующая олимпийская чемпионка, причем не только Пекина, но и Афин. В этом виде Натали Коглин США. Ну, чемпионки Европы Джема Спофорд. Вспомните, что из-за боли в спине Настя не выступала в Будапешке в десятом году, полностью пропустив этот чемпионат. Потом лечилась долго, в том числе и с привлечением зарубежных специалистов. Настю тренирует известный наставник Наталья Андреевна Козлова. Поступает за Пензу. Здесь всю спину будет прикрывать. Плюс еще, конечно, комбинированная эстафета. По седьмой дорожке. Хорошо очень Настя начала, посмотрите. Вот она сейчас выполняет поворот с первым результатом. Очень оживились тренеры на трибунах сейчас. Конечно, нам важно, чтобы Настя не просто попала в финал, но показала свой настоящий уровень. И, тем не менее, сейчас вы посмотрите, насколько плотно шесть человек, грибок за грибком, мчатся к финишу. Невероятный совершенно финиш этого полуфинала, но пока чуть впереди. Зуева Китаянка там по второй дорожке. С первым результатом Настя выходит. Но я не думаю, что все восемь человек в следующем заплыве вдруг покажут результат лучше, чем время Зуевой. 59-41. Утром Зуева только двенадцатый была. Одна 0.088 сказала, что плыла с запасом и не обманула. Браво, Настя! Это первая предварительная высота. Завтра финал. Будет борьба. Юлия Ефимова попала. Анастасия Зуева попала тоже. Молодец. Три соток всего лишь у Китаянки выпала. И посмотрите, из минуты выпало ли пять человек. Пирогава, кстати, скромная. 59-81. Но вот отсутствие комбинезонов на многих, если не крест, конечно, ставит. Помните, Пидерман. Он так был рад своей бронзовой медалью. Он как раз такой мальчик-полиуретан. И вот концовка. Поглядите, здесь чуть впереди. Но Китаянка насколько она наплывала. И все-таки Зуева касание сделала блестяще. Не оставив никаких шансов соперницам. Первое время. Дождемся второго полуфинала, конечно, уважаемые друзья. Там поплывет Наталья Коглин. Трехкратная олимпийская чемпионка из Соединенных Штатов Америки. Невероятная женщина, невероятная спортсменка. Прекрасный серфер. Во многие игры она играла, когда училась в университете. Спортсменка из Калифорнии. И... Скоро ей будет 29. Но выступает просто блестяще. Несколько олимпиад позади. 16 медалей чемпионатов мира различных достоинств. Наталья Коглин, из которых 6 золотых. Блестящая спортсменка и очаровательная женщина. Ксения Москвина показала 19 результат и не пробилась в полуфинал. Еще одна российская спортсменка Дарина Зевина на ваших экранах. Молоденькая украинка. Но тоже, кстати, уже показывала себя среди взрослых. Будет Испанка. Джулия Вилкинсон. Сборная Канады. Саран Ван Роуэндаль. Это сборная команды Нидерландов. Чихусакай. Японка. Очень хорошая спинистка. Американка. Элизабет Пелтом. Два участницей прошлого чемпионата. Эмили Сибом. Сборная команда Австралии. Олимпийская чемпионка. В эстафете. Ну и... Вот она. Скрывает нам свою очаровательную фигуру и лицо. Вчера Федерико Пелегрини, которая пошла по стопам Фелпса и Зотова и с огромными наушниками. Появилась немножко поначалу, очаровав нас. Потому что мы, конечно, предпочли, чтобы она вообще без купальника вышла. Но это невозможно. Это шутка, уважаемые друзья. Наталья Коглин вчера уже выиграла серебро в эстафете. Плыла на первом этапе. Плыла блестяще. Плыла кролем. Сейчас на спине. Вот нам её показывают. Сегодня она утром выиграла предварительные заплывы. У канавки Рассел 7 сотых. У Сибом из Австралии 14 сотых секунд. Эмилис Сибом, бронзовый призёр чемпионата мира прошлого созыва. По центральным дорожкам американка Австралика. Начали здорово. Рядышко посмотрите. Все равно в трясоточки Сибом и Коглин. Вилкинсон третья. Уже чуть быстрее начали мирового рекорда. Американка впереди. Австралийка за ней. Тащат они всех остальных. По-прежнему Наталья Коглин работает первой. Так, наверное, они и финишируют с Австралийкой. Да, и Сакая третья. Три человека выскочили из минуты. Зевина, кстати, четвёртый результат. 1-0-0-0-5. Ну и сейчас мы посмотрим. Зуева попадает со вторым результатом. Мы это увидим. И проиграла-то она всего лишь Коглин в этом показовочном соперничестве. Три соточки каких-то. Три соточки. И там ещё в трёх сотках китаянка. Деракао попадает последний. Всем ясно, уважаемые друзья, что в этом заплыве Зуева будет бороться завтра за победу. Но вы понимаете, насколько трудно это будет сделать. И насколько быстрее, кстати, вот участницы того заплыва, где выступала Настя, плыли, потому что Дарина Зевина в итоге в финал не попадёт. То есть пять человек из одного и три из второго пробьются в следующую стадию. И так, уважаемые друзья, сейчас посмотрим. Вот они результаты. 59-41. Анастасия Зуева, наша претендентка на победу в этом виде программы. Завтра финал Ефимова. Поплывёт и поплывёт Зуева. Следом полуфиналы с участием наших парней. Данила Изотов и Никита Лобинцев. 200 метров кроль. Что происходит? Пограмм! Пограмм! Надпись! Готово! 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 Продолжение следует...